То, что дверь в комнату открыта, Костя не сразу понял. Он сидел в наушниках и полностью был погружен в игру. Повернув голову, Костя с удивлением обнаружил, что не один в комнате. — Ты чего? — спросил он не то чтобы грубо, скорее удивленно. Никогда раньше младший брат не нарушал лично границ Кости и не приходил к нему в комнату. — Мне страшно, Костик. Костя дернул плечом. Парень терпеть не мог, когда его называют Костиком. — Давай, шуруй отсюда. Я боюсь. Малыш стоял с глазами полными слез. — Кого ты боишься? Иди к маме. Мама спит. — Что выдумываешь? День на дворе. С чего бы эта мама спала? Иди, говорю. — Мама спит. Заплакал брат. Спит. Мне страшно. — Да что такое? Мам. Мама. Забери мелкого. Костя даже имени брата называть не хотел. Да и брат он только наполовину. Костин папа погиб, когда Косте было шесть лет. Папин образ постепенно с возрастом стал стираться из памяти. Но он помнит папин голос. Папины глаза. Папины руки. Пять лет мама с Костей жили одни. Мама часто рассказывала Косте про папу. Какой он был славный. Мама очень любила папу и папа-маму. И, конечно, Костю. Так и жили. Неплохо жили. А потом... Потом мама стала какая-то другая. Начала наряжаться и пропадать вечерами, выпрашиваясь у Кости, словно маленькая, на два часа погулять. Они сидели с тетей Таней на кухне. И мама рассказывала что-то тете Тане таинственным шепотом. И та изумлялась и ойкала. Мама раньше всегда все рассказывала Косте и советовала с ним по любому вопросу. А теперь? Что изменилось теперь? Мальчик обиделся и ушел в свою комнату. Его душили слезы обиды. Он лег на кровать и, поплакав, уснул. Утром мама озабоченно потрогала лоб Кости. Ты не заболел? С чего ты взяла? Отшатнулся от мамы Костя. Что это вдруг такая забота? Костя, ахнула мама. Что ты такое говоришь? Ничего. Иди вон с тетей Таней своей секретничай. Глупенький. Мама потрепала Костю по голове. Какой ты у меня еще маленький, мой большой мальчик. Костя простил маму. Целый день он в школе ходил задумчивый. Его будто что-то грызло. Какое-то предчувствие. Вечером мама позвала Костю и, застенчиво улыбаясь, завела с ним разговор. Костя, я хотела тебя кое с кем познакомить. Это Александр Дмитриевич. Очень хороший человек. Я тебя очень прошу. Не бросайся сразу язвить и насмешничать. Сынок, пожалуйста. Костя посмотрел на маму и ничего не сказал. Развернулся и ушел в свою комнату. Александр Дмитриевич оказался немного стеснительным. Было видно, что мужчина волнуется. Косте даже стало немного жаль его. Они поговорили, поужинали. Костя извинился и пошел в комнату. Ему стало грустно. И он лег спать. Конечно, поплакал. Он слышал, как мама зашла в комнату. Позвала его тихонечко. Сказала, что Александр Дмитриевич уходит. Костя сделал вид, что не слышит. Будто крепко спит. Утром мама виновата смотрела на сына. А потом отважилась спросить, какое впечатление произвел на него Александр Дмитриевич. Нормально. Буркнул Костя. Вечером он поехал к бабушке. Впереди были осенние каникулы. С мамой попрощался скомканно. Бабушка завела разговор издалека, что мама у Кости молодая. Он парнишка. Растет быстро. Необходима мужская рука. Ба, ты о чем? Знаешь же, что папа погиб. Какая мужская рука? Да о том, Костя. О том самом. Матери мужчина хороший встретился. Что же ей? Всю жизнь одной вековать. А я-то при чем? Я что, ей мешаю, что ли? Сиди. Мешаешь. Не кабенься. Пускай мать жизнь устраивает личную. Так пусть устраивает. Я что, не даю? Косте стало так тоскливо. Он почувствовал себя таким одиноким. Мальчик взял книжку и пошел читать в комнату. Он автоматически читал строчку за строчкой, переворачивал страницы, но не понимал, что там написано. В голове звучали бабушкины слова. Утром Костя услышал, как бабушка разговаривает по телефону с кем-то. Она говорила громким шепотом странные слова. Алло, Вера, Вера, слышишь? Ну, все хорошо. Он дал добро. Ага. Да я же тебе говорила. Я знаю подход. Ну, давай. Ага. Решай там все. А то, может, нам его к себе забрать. А что? Поживет годик-другой. Ну, ладно, ладно. Это же я так. Ага. Ну, давай. Давай, доча. Костя днем гулял с друзьями, сбегали к озеру, полюбовались на серую холодную рябь осенней воды. Чувство грусти не покидало мальчика. Бабушка все старалась приголубить мальчика, погладить его по голове. А то сядет и давай рассказывать, как ей жилось при отчиме. Но не все, мол, такие злодеи. Есть и хорошие. Домой Костя приехал с тяжелой душой. И было отчего. Дома он застал веселую маму и Александра Дмитриевича, дяди Сашу. Костя поздоровался. Он хотел поболтать с мамой. Но дядя Саша все никак не уходил. Мама, ты можешь мне помочь вещи достать из сумки? — Костя, а может, я помогу? Зачем слабый пол напрягать? — Нет, спасибо. И на ужин он остался. Странно. Костя ждал, когда мама придет посидеть с ним и поболтать перед сном. Она зашла, поцеловала в щеку и собралась уходить. — Мам, ты что, не посидишь со мной? Не спросишь, как я провел время на каникулах? — Я? Мама испуганно посмотрела на дверь. — Да, конечно. Я сейчас дядю Сашу предупрежу. — А он что, домой не собирается? — В смысле, домой, сынок? — Бабушка, я, она. Она не сказала тебе? — Да? Ты ничего не знаешь? Ты? — Мам, что происходит? Я тебе мешаю, да? Этот дядя Саша теперь будет жить с нами? С тобой? — Я, сынок, мы... — Хорошо, тогда я уйду, завтра же, — сказал спокойно и отвернулся. — Куда уйдешь, сынок? — Найду куда. Иди, там тебя ждут. Я понимаю, теперь все рассказы про отчима, что бабуля мне пыталась в голову вложить. — Спасибо, мама. Быстро ты папу забыла. Замену нашла. — Костя! — Ахнула мама. — Ты что, Костя? — Уходи, предательница. — Прости, прости меня, сынок. Я сейчас... Я скажу, чтобы уходил. Прости меня. Я скажу. Я прогоню. — Никто нам не нужен, правда же? Мама плакала беззвучно. Костя слышал это по голосу, но не поворачивался. — Я... Прости, просто Саша Александр Дмитриевич. Понимаешь? Он хороший. И я... Ты его любишь? — Что? Ты любишь его? — Я... Я не знаю. Так же сильно, как папу? — Костя, нет, ты не понимаешь. Папу я очень любила, но я не виновата. Прости. Я скажу, чтобы уходил. Да, ты прав. Я что-то себе придумала, какую-то жизнь другую. — Что же, мать, у тебя всю жизнь за покойником замужем будет? — вспомнил Костя бабушкины слова. — Ладно, пусть живет. Живите. Но меня пусть не трогает. Ясно? Он мне не отец. — Выкрикнул Костя и заплакал. Они плакали с мамой, обнявшись и уткнувшись друг к другу. А дядя Саша в это время тихонечко убирал посуду на кухне, стараясь не шуметь, и дать матери с сыном поговорить. Так они стали жить втроем. Со временем Костя привык к дяде Саше, и ему даже нравилось, что у них в квартире поселился мужчина. Это было забавно и интересно. Дядя Саша был клевый мужик. Они ездили на дачу к его маме, ходили на рыбалку. Им было хорошо втроем. Иногда Костя даже представлял, что дядя Саша его папа. Потом одергивал себя и ругал. Но ему так не хватало папы. А дядя Саша? Он такой хороший и маму, видимо, любит. Все было хорошо. Костя расслабился, начал входить спокойно в подростковый период, когда мама объявила, что у него будет скоро братик или сестричка. Такого удара под дых парень не ожидал. Он обозвал маму предательницей, психовал, закрылся в комнате. Мама плакала. Дядя Саша пытался поговорить. А Костя? Костя решил делать вид, что ничего не произошло. Он все так же общался с мамой и дядей Сашей, не замечая, будто бы маминого большого живота. Он однажды только посмотрел на новорожденного брата. Скривился, когда узнал, что того назвали Пашей. Так звали папу Костя. И все. Костя продолжал жить, не замечая нового родственника. Мама пыталась как-то подружить Костю с младшим сыном, но нет. Костя смотрел на нее, сузив глаза, и спрашивал сквозь зубы, не уйти ли ему, чтобы не мешать семейному счастью с новым замечательным ребенком и мужем. Время шло. Паше, этому новому брату, уже было три года. Косте пятнадцать. До этой минуты они жили параллельно друг другу. Что этому засранцу надо? Мам! Костя нервно вывалил к братишку из комнаты. Забери его! Мама лежала на полу. Мам! Мама! Мама застонала. Скорую быстро вызывай, скорую! Заорал прямо в лицо малышу Костя, а потом до него дошло, что тот ребенок. Где твой папаша? А, он же в командировке. Черт! Скорая приехала очень быстро, будто ждала этот вызов. Маму увезли, оставив Костю с Пашкой вдвоем. Он позвонил бабуле, но та приболела, лежала с давлением. Дядя Саша был недоступен. Пашка сидел на стульчике, сложив руки, и смотрел глазами, полными слез, на старшего брата. На чужого, по сути, человека. Ты куда, Костя? В магазин, буркнул. Посиди. Я с тобой. Я не буду ничего просить. Честно, честно. Я боюсь один. Блин, а ты не можешь посидеть дома? Пашка замотал головой. Идем. Было лето, были каникулы, была мама в больнице, был Костя наедине с маленьким ребенком. До вечера они как-то просуществовали. Вечером Пашка испуганно расплакался, когда Костя, пожелав ему спокойной ночи, отправился к себе в комнату. Позвонили из больницы, сказали, что маме лучше. Завтра позвонит сама. Костя, я боюсь один. Иди, ложись, позвал хмуро. Только ты это не насышь? Нет, помотал головенкой. Я уже большой, мне скоро четыре года. Ладно, спи. Ночью спал плохо, боялся придавить малыша. Утром сообразил, что Пашку надо кормить чем-то. Ребят, чем кормят детей? Написал парень в классной группе. Посыпались смешки, шутки, спрашивали, для каких целей Костя собрался откармливать ребенка, где он его взял. Самые остроумные предположили, что Костя себе родил. Пообещав начистить рыло при личной встрече, парень повторил свой вопрос, объяснив, что это не шутка. И только Оля серьезно спросила в личку, что произошло. Костя ответил, ему очень нравилась эта девочка, но она была такая недосягаемая. А тут Оля полностью все расписала, что и как делать. Откуда ты знаешь? Спросил Костя. У меня младшая сестра. Мама в ночные смены уходит. Папа в командировках пропадает. Так что я все это знаю. Вечером позвонила мама и сказала, что пролежит в больнице минимум неделю, что к Косте придется посидеть с Пашкой, пока не придет няня. Какая я няня, мам? Я наняла, сынок. Ты не переживай. Она скоро придет и будет смотреть за Пашкой. Хорошо. Пришла няня. Пашка спрятался за брата и не хотел уходить. Женщина брезгливо принюхалась и начала по-хозяйски рассматривать холодильник, отдавать какие-то приказы Косте. Тот посмотрел на нее и ушел в свою комнату. Сердце было не на месте. Вышел. Смотрит няня курит на балконе, весело с кем-то общаясь и подтягивая какой-то радужный напиток из бутылки. Пашка испуганно сидел в кресле. В комнату иди и не высовывайся. Костя, я ее боюсь. В мою комнату иди. Я позову тебя. Он закрыл за малышом двери, предварительно надев ему свои наушники. И, о боже, включив мультики на своем игровом компьютере. Пошел на балкон и сначала спокойно сообщил няне, что в ее услугах они не нуждаются. Та насмешливо окинула довольно крепенького мальчишку взглядом и сказала, что не он ее нанимал. Ей скинули аванс, и она будет здесь жить. Три минуты. Чего? Три минуты, и я выкидываю тебя отсюда. При этом вызываю полицию и звоню папе. Ха, а где он, твой папаша? В командировке. Хочешь познакомиться? Так он еще грубее меня. Пошла вон. Да ладно, ладно, псих. Выкрикнула няня и сбежала по лестнице, не дожидаясь лифта. Позвонила мама и чуть не плача спросила, что произошло. Почему няня отказалась работать и что ей теперь делать? Мама, не надо никакую няню. Что ты в самом деле? Не переживай. С Пашкой все нормально. Мы поели. Сейчас пойдем гулять. Что ели? Кашу. На обед у нас будет куриный суп. Сами варили. Кто нам сварит? Мамуль, а можно к тебе? Пашка просится. Можно? Сегодня? Пашка будет рад. И я, конечно. Ты что? Что тебе привезти? Алло, Оля. А что в больницу можно привезти? Да, представляешь, у мамы живот болел, а она молчала. А это был аппендицит. Ага, терпела. Что? Погулять? Возьмешь сестру, а я братишку? Да, ему. Он у меня взрослый. Скоро четыре. А твоей? Тоже? Круто. Ну, мы к маме съездим в больницу. Ну что, братуха, жизнь налаживается? Ага. Пашка кивнул и несмело прижался к брату. Они гуляли. А моя Оля танцами занимается больными. Я тоже скоро пойду. А мой брат, он самый сильный и смелый. Он меня спас от злого чудища. Его нянька зовут. Что, правда? Ага. Ух ты. Он что ли супергерой, твой брат? Лучше. Он самый-самый хороший на свете и сильный. И вообще. Вау. Вот это да. А он меня сможет спасти? А то, гордо отвечает братишка. Он весь мир может спасти. Да ты прямо кумиру молодежи, как я посмотрю. Смеется Оля. Раньше моя сестра восхищалась только мной. А то улыбается Костя. Вечером они едят запрещенную пиццу. Костя смотрят ужастики. Костя понимает, что мелкому нельзя ничего смотреть такого. Просто сказал, что это ужастик. Пашка прижимался к брату и прятался под одеяло, когда Костя говорил, что пора, а то будет страшно. Просто там целовались. Рано еще малому это видеть. Они спали в обнимку. Пашка сложил свои ручки на брата. Тот лежал у самого края, когда из командировки вернулся дядя Саша. Дома было все убрано. В холодильнике стоял суп из курицы и макароны. Прошло совсем немного времени. — Папка, смотри, я карасика поймал! — кричит счастливый Пашка. — Пап! — Да, сынок, — вскинулся мужчина. — Помоги, пожалуйста, Пашке. У него там закорягу зацепилась. Тебе ближе. Костя сам не понял, как назвал дядю Сашу папой. Отчего-то замерла мама и вытер скупую мужскую слезу дядя Саша. — Нет, папа. Конечно, папа, а тот родной, он улыбается там, где-то. Он всегда будет в сердце. Они всегда рядом, его папы. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.